Девушки отдыхают Она рафинированная москвичка Он простой парень с Урала С такой разницей менталитетов Семья и не могла состояться Утверждает женщина Но муж считает, что всему виной Кредитомания Которой страдает супруга Как же было, нет? Я придумал, чтобы меня оттолкали Я придумал, хорошо Взял бы медицинскую карту своей же жены Взял бы, прочитал, что там написано После измены жены Мужчина уехал в другой город А когда вернулся через два года То узнал, что жена умерла А их общее имущество Унаследовал ее второй муж Есть ли шанс у бывшего супруга Вернуть свою собственность? А теперь оказывается Еще обижается на меня За то, что я ему тавки в зубах Не приносила Почему в семейном конфликте Теща на стороне зятя А не собственного мужа? Какое значение имеет брачный договор При ипотечном кредите? Узнаете в суде Истец требует расторгнуть брак И разделить совместно нажитое имущество Ответчик на расторжение брака согласен Но требует признать квартиру Его единоличной собственностью Пожалуйста, истец Изложите ваши исковые требования Ваша честь Я хотела бы развестись И разделить квартиру Трехкомнатную 67 квадратных метров Напополам Дело в том, что со мной случилось несчастье Я Семь лет назад вышла замуж Вот за него Он с Урала И вообще С кем несчастье случилось? С тобой? Или со мной? С вами случилось несчастье Потому что вы вышли замуж? Да За этого Человека Он с Урала И он стал Строить какой-то домострой у нас Сначала все было хорошо Мы купили квартиру в ипотеку Выплатили За три года Выплатили? Ты называй вещи Пожалуйста Своими именами Дай мне сказать, пожалуйста Отвечек Ну да Он платил Но я тоже помогала По мере возможностей В общем мы выплатили ипотеку И после этого Знаете Все стало просто ужасно Он стал себя вести Вот он мне стал говорить Туда не ходи Сюда не ходи Это не бери То не покупай Туда не смотри То есть начался какой-то Уральский домострой И после этого После этого Я совсем Ну то есть Я единственная Стала думать о том Что я хочу развестись И после этого Он выписал с Урала Свою маму Мама поселилась у нас В квартире Здесь начался вообще ад Она мне стала говорить Что мне делать Как мне готовить Как мне убирать Как мне стирать В общем Вдвоем они просто Мне стали капать на мозги А когда они узнали Что у меня есть долги Совсем небольшие долги Они вообще Стали меня со свету жевать И говорить Откуда у вас долги Ну я брала Иногда По чуть-чуть По две По три тысячи Так наличные расходы Там на платье На кофту У кого брали В банке В банке В одном В другом банке Я уже не помню И много У вас таких долгов Да нет Не много Может две Три тысячи И в итоге Я была вынуждена Уехать к маме Я возвращаюсь Поменяли замки Я не могу Войти в квартиру И мой муж Выносит мне Просто вещи Под подъезд Как собаки Вот так сумку бросают Говорит Все, ты здесь Больше не живешь То есть просите брак Расторгнуть Да И квартиру Разделите раздел квартиры По одной второй Угу Так, пожалуйста Ответчик Слушаю вас Ваше отношение к иску Я частично согласен С иском Частично Да, с чем согласен На развод я согласен На квартиру делить нет Значит У меня жена Я не знаю Вот есть шипоголики Да, там Еще кто-то Она как наркоманка Какая наркоманка? Что ты говоришь? Помолчи, пожалуйста Я не говорю, что ты наркоманка Да, я договорю Вот Она как-то Не буду выражаться Она Я еще раз говорю Я еще раз говорю Я шипоголики Она кредитоманка А не наркоманка Она с поводом и без повода Берет в банках кредиты Но она не понимает Что берет она чужие Отдавать свои И вовремя она их не отдает А иногда вообще не отдает Поэтому у нее кредитная история Испортилась Банки и перестали денег давать И она нашла другой выход Она нашла микрофинансовые организации Которые дают под конские Бешеные проценты деньги Пока я улавливал моменты Где-то ее вот там Долги, еще что-то Я постепенно их выплачивал А, кстати, истец работает? Работает, да Она, значит, взяла Выигрывала документы на квартиру Квартира вообще оформлена на меня И пошла и заложила Как залог в микрофинансовую организацию Опять же под процент Как же они приняли документы без вас? А вот это надо им вопрос задать Как они приняли? Но она не выплатила Не выплатила И там бешеная сумма просто выросла Выросла сумма примерно где-то в 4 миллиона В полстоимости нашей квартиры Они не имели права взять залог в квартиру Без собственника У меня к ним тоже вопрос Мы с этим разбираемся Но просто так уже Это вам нужно обращаться за вторжением этого договора Да, но так жить просто невозможно Вот смотрите, ваша честь Когда пошла у нее просрочка Просрочка Начали поступать вот такие вот записи На стенках в подъезде То есть здесь отчетливо видно все То, что они пишут Я также распечатал Вам В дело Не давали жизни Нам в дело в таком виде Мы не можем приобщить Ну по-другому я не могу Но мы можем обозреть Пожалуйста Покажите Передайте, пожалуйста Через пристав Мне так моя подруга Таня сказала Что Помолчи, пожалуйста И ситуация какая Они днем и ночью находились под дверью Что мне было делать? Кто? Коллекторы Которые вот пишут такие вот послания Кто-кто? Коллекторы Которые пришли забирать долг Который она должна Что мне делать? Я поменял замки А чтобы вообще как бы Там Вы читаете, видите, угрозу И чтобы как бы вообще не попасть Чтобы где-нибудь Ну а вот вы что ждете-то? Нужно же в суд обращаться И расторгать данный договор Ну я не обратился в суд Я сделал проще Я просто обратился к маме Мама предложила продать ее квартиру Я продал ее квартиру Погасил этот долг Все, я его выплатил То есть у меня вот есть еще и бумажки Квитанции О том, что мама не переводила денег Договор купли-продажи на квартиру С процентами выплатили долг Да Вот спрашивай, ты зачем? Получилась такая ситуация То, что здесь также имеются И ее расписки И ее договоры Как бы в микрофинансовой организации Которую также я гасил Там не по две А документы вам вернули? Да, документы на квартиру вернули Слава богу Все, отдали мы долг им И поэтому я привез сюда маму А как еще быть? Я продал там квартиру Привез сюда маму Поэтому я не согласен с иском О разделении имущества И считаю, что квартира должна быть моей Даже если не моей То половина принадлежит моей матери Которая потеряла ее Свою квартиру За счет ее долга Да никто не просил тебя Привозить сюда свою мать Не моя подруга Таня Остец, вы зачем брали деньги в кредит? И как вам пришло в голову Заложить квартиру? Вот вы мне ответьте Ну, потому что он меня все время пилил И говорил, что мне нельзя Там ходить туда Нельзя покупать то И что? Ну, я считаю, что я свободная женщина А куда вы деньги тратили? Я покупала платье, косметику, одежду, шубу купила Сколько стоила квартира? При покупке скотлован убрали Она там вышла 8 с копейками Ну, 8-380 Какой долг вы выплатили? 4 4 миллиона? Да, за нее Потому что она вовремя не сказала Я ей задавал вопрос Наташа, есть еще долги? Она с честными глазами Вот так, как невинная стоит Нет, нету, ты что? А тут через месяц плывает Приходит коллектор И начинает Знаете, ответьте Я удивляюсь вашему спокойствию Ну, это я с виду спокойствую Вы не представляете, что у меня внутри творится Я удивляюсь, что вы вообще живы После такого Вы понимаете, это просто мужчина Это просто действительно уральский домострой Почему я тратила? Потому что ничего было нельзя В магазин пойдешь Это не бери, это слишком дорого Она сидит Туда пойдешь Если не пойдем в ресторан Потому что это дорого Естественно, вы теряете Такого прекрасного мужа Который решает все ваши проблемы Да решался Все, хватит Да вот не хочет Передай все документы Если надо, через приставу передам документы С ее долгами совсем Вот, то есть как бы На развод согласен На квартиру делить я с ней не согласен Мне кажется, она погуляла хорошо И на 4 миллиона И на все остальные долги Я тебя не просила Гасить долги за меня Ты не просила А они приходят коллекторы и просят Можно было оспорить в суде Что у меня не было разрешения От тебя Вот ты больше слушай Вот этих, Таня Вот таких вот идиоток Как ты оспоришь это в суде? Ну как? Я скажу, что ты не давал согласия Закладывать квартиру Ну и пойдешь в мошенничество Как ты тогда им сдала документы? Я именю с тобой Кстати, пиздец Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Ваша честь, вы что-то придумали Он специально, чтобы меня Да, я придумал Хорошо, взял бы медицинскую карту Своей же жены Взял бы, прочитал, что там написано Мужчина похоронил любимую жену Вскоре объявился ее бывший Который не только потребовал половину всего ее имущества Но и обвинил вдовца в смерти любимой женщины В чью пользу будет решение суда С женой мне ничего не связывает Дочь наша взрослая Я могу жить совершенно свободно Без тыжая твоя рожа, я тебе хочу сказать Вот это как же А как ты чего его не связывает с женой Мать решила сделать доброе дело Купила дочери квартиру в ипотеку Теперь квартиру дочери придется делить с мужем-предателем Как нажитое в браке совместное имущество Углашается решение суда Суд принял решение Иск о расторжении брака И о разделе супружеского имущества удовлетворить При этом иск о разделе супружеского имущества удовлетворяется частично Брак между супругами Суд расторгает На основании статьи 22 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации В связи с тем, что оба супруга согласны на расторжение брака И в судебном заседании установлено, что дальнейшая совместная жизнь Между истцом и ответчиком невозможна Суд также производит раздел квартиры между супругами Так как данная квартира была нажита во время брака А имущество, которое нажито во время брака Независимо от того, на кого из супругов оно приобретено или внесено Является совместной собственностью супругов Это предусмотрено статьей 34 часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации Кроме того, суд производит раздел квартиры Не исходя из равенства долей Что предусмотрено статьей 39 Семейного кодекса Российской Федерации Отступает от равенства долей и увеличивает долю ответчика В связи с тем, что в судебном заседании установлено Что истец расходовал имущество семьи не в интересах семьи А в ущерб интересам семьи В этом случае, в соответствии с нормами семейного законодательства Суд имеет право отступить от равенства долей В связи с чем доля ответчика увеличена И суд производит раздел данной квартиры следующим образом Три четвертых суд передает в собственность ответчика Одну четвертую долю квартиры передает в собственность истца Понятно решение суда? Да, ваше счастье Дело закрыто Прошу всех встать Вот и поедешь теперь в Люберце жить Подругам с твоей Решение суда Иск удовлетворить частично Вместо половины я получила только одну четвертую Я считаю, что это несправедливо Я буду мириться с мужем И постараюсь больше не брать кредиты Я, конечно, частично удовлетворен иском Который удовлетворил мне суд Но по справедливости квартира должна остаться мне Я не буду воевать с бывшей женой Пускай как бы составление вступает в силу А она остается одной четвертой квартиры Истец требует определения супружеской доли в имуществе Признание частично недействительным свидетельства А праве на наследство Ответчик иск не признает Считает его необоснованным Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования Ваша честь, действительно, да Я подал исковое требование по поводу раздела имущества Которое принадлежало моей бывшей супруге Покойной жене ответчика По той простой причине, что я считаю, что ответчик не достоин всего вот этого Вот я хочу получить свою долю в наследстве То есть 50% от всего недвижимого имущества Которое принадлежало моей бывшей супруге Дело в том, что с 2007 по 2016 год Мы были женаты с Валерией И познакомились мы с ней в институте Когда я еще учился в институте Она как раз оканчивала медицинский техникум Мы полюбили друг друга И поженившись, мы сразу же отправились в Новый Урингой Прожили мы в Новом Урингое 6 лет Накопили довольно приличную сумму Приехав обратно в наш родной город Мы купили на накопленную сумму двухкомнатную квартиру И дачу 9 соток с банькой Вся вот эта недвижимость была куплена практически на деньги, которые зарабатывал я Но, ваше честное, как это может быть? А что, супруга не имеет никаких денег? Нет, почему не имеет? Имеет Вам предоставлено слово сейчас? Ваше честное, просто не могу сказать Я отвечу ваше честное Пожалуйста, слушаем из ЦА Посмотрите, я отвечу Он накопил деньги Нет, она имеет, конечно, и деньги, и доход имела Но только этого дохода было настолько мало Что, соответственно, копить из этого дохода было невозможно Мы копили в основном из моей зарплаты На что у меня есть, пожалуйста, все чеки Подожди, пожалуйста, замолчите Кто делает вам замечание Ваша честь Ваша честь, у меня есть все чеки, которые были потрачены То есть все расписки чеки Каким образом приобреталась квартира? Квартиру мы покупали наличными, да, наличными Расчетом наличным, да, и все у меня вот документы есть Передайте, пожалуйста, через что не уходили Отвечу, второй раз я делаю вам замечания Они тоже так же есть Вот, мы вернулись, Ваша честь, обратно в наш родной город Приобрели вот эту квартирку, дачу Все было прекрасно и хорошо Я сразу же дачу, квартиру и все это имущество переписал на супругу Потому что... Что значит переписали на супругу? Вся недвижимость была оформлена на ее имя В момент покупки В момент покупки мы так решили, что недвижимость будет оформлена Но, тем не менее, вы состояли тогда в браке Да, да, да В каком году была приобретена квартира? Это было в 2016 году, Ваша честь До расторжения брака? Да, 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 естественно, конечно Вот А дом? В земельном участке? Тоже, тоже, тоже В то же самое время В 2016 году? Да, мы все купили До расторжения брака До расторжения брака, абсолютно верно Вот, я оформил все это имущество на имя моей жены Соответственно, имущество фактически Принадлежит моей супруге По закону Бывшей Но дело в том, что Я не знал тогда, во-первых Что мы разведемся Во-вторых Во время развода Когда уже было понятно Что моя жена Наставляла мне рога На протяжении двух лет Мне было настолько плохо От того, что вот Происходит подобного рода измена Фактически двойная Да, со стороны товарища с детства Друга, можно так сказать И любимой супруге Для которой мне не было ничего жалко В факте Я все делал для нее Соответственно, вот И имущество оформлено на нее Тому подтверждение Будем говорить так И вот в процессе развода Мне уже было не до всего вот этого Я не хотел В суд С иском о разделе имущества Вы не обращались? Нет, не обращался Ваша бывшая супруга Скончалась? Да, она скончалась После ее смерти Открылось наследство После ее смерти Открылось наследство Дело в том, что она скончалась Год назад А так как я имею право В течение трех лет Оспаривать на право На имущество То есть на долю В течение трех лет После расторжения брака На этом основаны Ваши исковые требования И я на этом все, да Основываясь на всем этом Поняла вас Ответчик, пожалуйста Ваше отношение к иску Ваша честь Ну и что? Что все это имущество Приобреталось в период брака Вопрос у меня к вам ваше отношение к иску. Вы иск признаете? Нет, я не признаю. Господин Абрамов, как трусливый заяц, просто сбежал на север. Я официальный супруг Валерии. С какого времени вы официальный супруг? С какого времени? Ну вот, два года мы с ней официальные супруги. В каком году вы вступили в брак? Мы вступили в 2016 году. В 2016 году. Он, если бы хотел сразу претендовать на какую-то часть квартиры, дачи, он бы сразу все это забрал. Ваша честь, он никогда не был собственником ни квартиры, ни дачи. Изначально вся эта собственность была записана на мою супругу Валерию. А поскольку я являюсь официальным супругом своей жены... Ты всего лишь являлся официальным супругом, но к имуществу не вешал. Нет, прекратите спорить с ответчиком. Передайте, пожалуйста, вот свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти, официальное вступление в собственность, и я являюсь официальным. У нее не было ни детей, у нее не было ни родителей, поэтому все это имущество, квартира и дача, соответственно, ваша честь, принадлежат мне. Вот на вопрос, вернее, на упрек в том, что я сбежал, у меня не было детей с моей женой, это не совсем так, ваша честь. Дело в том, что моя жена была беременна, когда мы были на Севере, когда мы жили там, она забеременела. Но получилось так, что зародыш скончался в утробе, и у нее началось обильное кровотечение. Так, ваше честь. Когда мы, заткнись, дай договорить, когда мы пошли к врачу, соответственно, было хирургическое вмешательство по прерыванию беременности, да, и врачи нас предупредили, что вторая беременность может окончиться тем, что умрет мама, да, в смысле, женщина, да, жена, как и ребенок, в принципе, могут умереть. Поэтому вторая беременность была нежелательна. Вот ответ на твой вопрос, почему у нас не было детей. Я никогда не был врагом своей жене, чтобы сделать так, чтобы ее жизнь была под опасностью подобного рода. Между прочим, я предлагал ей и суррогатную беременность попробовать таким образом, и пойти в детский дом усыновить ребенка. Но нет, она упорно хотела своих детей. Это вот на вопрос, почему я умешал. Он телевизор не доделан, но он говорил ей, давай поживем в свое удовольствие. Логично, правильно. А что мне было сказать? Зачем вы мне все это рассказываете? Женщины нет. Отчего она умерла? Она умерла именно как раз от беременности, от того, что плод не скончался в утробе. Началось опять же такое же как обильное кровотечение. Ведь так же было, сам скажи мне, так же было, нет? Он все это придумал, он специально, чтобы меня опрошил. Да я придумал, хорошо. Взял бы медицинскую карту своей же жены, взял бы, прочитал что-то. Судоволяция для внесения решения. Подожди, она на стенку лезла. Все, ответчик, мы закончили. Далее в программе. А теперь, оказывается, еще обижается на меня за то, что, значит, я ему такти в зубах не приносила. Почему в семейном конфликте теща на стороне зятя, а не собственного мужа? Какое значение имеет брачный договор при ипотечном кредите? Узнаете в суде. Прошу садиться. То, что она умерла, это полностью твоя вина. Тишина в зале. Суд принял решение иск удовлетворить, определить супружескую долю истца, признать за бывшим супругом умершей, то есть за истцом, право собственности на одну вторую долю квартиры и на одну вторую долю земельного участка, а также одну вторую долю дома и других строений, находящихся на земельном участке, которые были приобретены в период брака на имя умершей. В судебном заседании установлено, что с момента расторжения брака между истцом и умершей не прошло три года. Также в судебном заседании установлено, что имущество, а именно квартира, земельный участок и дом со строениями были приобретены на имя умершей, но в этот момент она состояла в браке с истцом. Соответственно, имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на чье имя из супругов оно приобретено или зарегистрировано, является совместной собственностью супругов на основании статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации. Исходя из этих обстоятельств и основываясь на нормах закона, суд признает за супругом умершей, то есть за истцом, право собственности на одну вторую долю во всем имуществе зарегистрирован на имя супруги на момент смерти. И в данном случае после оформления всех документов вам будет принадлежать как наследнику одна вторая доля в имуществе, то есть в квартире в земельном участке и доме, соответственно, вторая половина будет принадлежать истцу. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Ну, я думаю, Вадим все понял, и мы, по-моему, согласимся, то есть мы сможем решить вместе, что, как разделить, каким образом, что сделать, кто будет жить, а кто не жить в этой квартире. Сегодня во время суда я убедился, как моя покойная супруга была несчастлива в этом браке. Я не понимаю, как мы будем уживаться в одной квартире с этим пренеприятнейшим типом. Уходить я не собираюсь. Ремонт в этой квартире делаю я. Истец предъявляет иск о расторжении брака и о разделе имущества. Ответчик на развод согласна. Против раздела имущества возражает. Слушается дело по иску о расторжении брака и разделе имущества. Истец Пашков Анатолий Евгеньевич, ответчик Пашкова Ирина Владимировна. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, мы женаты 25 лет. Вот свидетельство. 25 лет – это не жизнь, это тирания, это самодувство какое-то. Никакой жизни совершенно. Я 25 лет ищащу на свою жену. Ты про что вообще? Я все время смотрю ей в рот. Я все время говорю, да, дорогая, конечно, дорогая, а в ответ только какие-то шлепки, какие-то подзатыринки и никакого ласкового слова. Я встаю в 6 утра, приезжаю в 10 вечера. Ни разу руку на тебя не подняла. Что? Ты о чем? Ни разу не подняла на тебя руку. Хотя бы хоть какое-то ласковое слово, что я каждый день пропадаю на работе. Я приезжаю домой поздно вечером, еле ноги волочу. Она лежит на диване и даже не встает, чтобы мне какой-то ужин погреть. Я лежу уже, когда свалилась от усталости после рабочего дня. Не знаю, на какой усталость мне свалилась. Ну, хоть какой-то хороший вкусный ужин. Каждый день макароны с сосисками, больше ничего. Ну, хоть бы раз какие-то пельмени бы сварила мне. А ты даже на пельмени ведь не заработал. Ну, ты про что сейчас говоришь? Я зарабатываю регулярно. Я деньги всегда даю тебе. Это слезы, а не заработок. Я все делаю честно, как должно быть. Ваша честь. Вообще не понимаю, что ты сюда пришел. Да. Каждый день. Каждый день она меня пилит. Каждый день одно и то же. Мы не спим вместе уже давно уже. Она меня выселила на кухню. Ты вообще подумай, про что ты говоришь в общественном месте. Давно уже. Я уже забыл. Наверное, лет 10 уже. Когда дочь уже стала уже более-менее подрастать. То есть через 25 лет у вас лопнуло наконец-таки терпение? Ну, так у каждого, у любого оно лопнет. Гораздо раньше. Нельзя столько времени терпеть. Обычно. Потому что личной жизни нет. Отдыха никакого нет. Мы не ездим отдыхать вместе. Каждый раз, когда речь заходит об отдыхе, она мне говорит, вот это она мне говорит. Ты заработал на отдых? На троих нам не хватит. Поеду я одна или поеду мы с дочерью? Отдыхать он хочет. Конечно. А что, переработался, что ли? Ты переработался за 3 копейки. Понятно. Точка кипения? Точка кипения возникла, когда мой брат подарил мне путевку в Турцию на одного человека. И вот тут она взъелась. Какого хрена ты даришь ему эту путевку? Это путевка для несемейного человека. Мой родной брат, да, чтобы я съездил в Турцию. Она устроила скандал прямо за столом. Она оскорбила брата. Она оскорбила его жену. И вы знаете, как воду глядела наша честь. И уехала в Турцию по вашей путешествии. Как воду глядела. В Турцию поехал я. Не хотела его отпускать. Да, просто здесь мое терпение закончилось. Я тоже хочу жить. Так вы в Турцию-то поехали? Конечно. Я вдохну спокойно. А, и с новыми силами решили развестись. Я понял, что я тоже могу. И что я тоже хочу. Наконец-то отдохнули. Я тоже не имею права на это, как человек, и как мужчина, в конце концов. Я требую нас развести. Хорошо, естественно. Лучше поздно, чем никогда. Я поняла. Да, я требую нас развести. То есть вы хотите брак-растор. Да, 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 да. Раздел имущества. Я давно с тобой сама хотела развестись. Простите, Ваша честь. Да, спасибо. 25 лет. 25 лет. По поводу имущества. Есть квартира жены добрачная. На квартиру жены и ее добрачную я не претендую. Но 7 лет назад мы взяли в кредит квартиру для дочери. На кого оформлена квартира? На меня, Ваша честь. На меня пока. На жену, да. Потому что ипотека взята на мое имя была. Но я тоже участвовал в этом. Я тоже платил регулярные деньги. Так что все, все, я имею право на это. А выплачены денежные средства? Да, да, да. Мы уже выплатили всю ипотеку еще полгода назад. Полностью, абсолютно. Поэтому она, квартира уже готова. Ее уже можно ей владеть как угодно. Поэтому я, я готов половину стоимости, половину всей этой доли выплатить своей жене. А вторую половину, извини, дорогая. Спасибо, половину. Как вы просите разделить квартиру? Ну как, я буду выплачивать ей половину стоимости, а у нас... Еще какое-то имущество имеется? Нет, все, больше ничего такого нет. Только квартиру. Хорошо. Документы передайте приставу, и будем ответчика слушать. Пожалуйста. С женой мне ничего не связывает. Дочь наша взрослая. Я могу жить совершенно свободно. Бестыжие твоя рожа, я тебе хочу сказать. Вот это каждый раз. Ничего его не связывает с женой. Ну, Ваша честь, он всю жизнь только жалится привык. То у него под лопаткой кольнуло, то у него диарея, то у него голова болит. Особенно это интересно. Вы понимаете? Вы с иском-то согласны? Я разводиться, я согласна. Согласна. Да, а квартиру делить я категорически отказываюсь, Ваша честь, совсем. Потому что, вы знаете, 25 лет он ездил на моем горбу. Понимаете? Он работал, за 15 тысяч ездил в Москву. С утра до вечера. Не за 15, бывало, и больше. Утром уезжает, вечером приезжает, и все за 15 тысяч. То есть, я пахала, как все остальные, все затраты. Можно семье прожить на 15 тысяч в Москве? Все остальные затраты легли на мои плечи. Я работала с утра до вечера, на нескольких работах. И заотвечала за все сама, понимаете? Приходила уже, навалюсь без ног. А он, оказывается, значит, его жалело, да? Думаю, ну ладно, ну не всем же зарабатывать. Может быть, какое-то ласковое слово бы сказала. Да он даже не пытался изменить ситуацию. Его все устраивало. Ну что, работа-то есть, что там менять-то? А теперь, оказывается, еще обижается на меня за то, что... А что? Значит, я ему тапки в зубах не приносила. Ну что ты? Жрать не готовила ужина. Нет, конечно, готовила. Когда я приходила вечером едва живая. Конечно, да. Ваша честь, а я зарабатывала по 100 тысяч в месяц. Так, на минуточку. Понимаете? Он же это в расчет не берет совсем сейчас, выступает. Да ты все время свои доходы от меня скрывала, понимаешь? У тебя все свои доходы на карточках. Я приносила свою зарплату в конверте. Вот, дорогая, держи. Я кладу ее в тумбочку. Зарплата, хорошо, хорошо. Можно на квартиру делить, предлагайте ответчик. Слушайте, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Нет, 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 ваша честь. Ваша честь, если он не хочет. А как вы будете друг без друга? Посмотрите, у вас каждый говорит. Вот каждый говорит. И вам прям хорошо. Нет, нет, нет. Что вы говорите, ваша честь? Это у меня накипело. А как же вы будете без этого вот фона жить? Да очень хорошо. Спокойно буду жить, спокойно. Подумайте, подумайте. А то, может, не будете разводиться? Слезет, знаете, своего хребта, наконец. Хорошо, согласны с разводом, настаиваете на разводе. Да, да. Пожалуйста, как квартиру делить? Нет, я вообще не понимаю речи, чтобы шла речь от ее платежа. Нет, послушайте, это ваше совместное имущество, нажитое в браке. Нет, ваша честь. Дело в том, что 7 лет тому назад наша дочь вышла замуж. Зять человек приезжий, но очень хороший и работящий. Глобник это не хороший человек. Молчи, молчи. Не хочу я тебя даже слушать в этом вопросе. И дети сразу же решили, что они будут брать ипотечный кредит, чтобы была у них квартира. Но молодежь, у них же ни стажа, ни подтвержденного дохода. Кто же им даст ипотеку? Им ипотеку не одобрили. Вот и решили, а деньги на первоначальный взнос у них были у зятя. И вот и мы решили, сели, что ипотеку оформлю я на себя. А выплачивать будут они. Кто выплачивал ипотеку? Дети, зять. Потому что дочка сразу же села с ребенком. Родила и села с ребенком. Я тоже работал, я тоже приносил тебе деньги. Какая зарплата, истец? Какая зарплата-то у вас? Ну, бывало 20 тысяч тоже. Что вы говорите? Бывало, что-то я такого не помню. Ну, я тебе все время приносил, ты даже не считала это. 20-ти этих денег хватало от силы на неделю, вы понимаете? Скажите, а как вы оформили? Вы как-то оформили вот эти вот отношения, что первый взнос вносили, не брачные деньги были внесены, не ваши деньги, а деньги детей. И вы как-то это оформили документально? У меня есть единственные данные, что есть все бумаги, что зять переводил мне деньги. А я, поскольку договор был заключен на меня, я уже переводила, соответственно, банк. Да, да, подтверждаю, да. И зять все время выплачивал. И как только зять, получается, выплатил за квартиру, этот побежал разводиться. Так вы понимаете, в чем еще дело? Что, оказывается, в Турцию, ты не зря ж я тогда не хотела, чтобы он ехал в Турцию, даже с братом его поругалась. Конечно, Паши как-то еще 25 лет. Угу. Не без отха, без всего. Вы понимаете, приехал из Турции совсем другой человек. Отдохнувший, конечно. Я не пойму, в чем дело. Оказывается, встретил он там молодую кобылу. И она, значит, ему в уши напела. Ну не надо, так ты никогда ее не видел. Почему сразу кобыла-то? Какой он замечательный. Нормально, хорошая девушка. Что его жена дома не ценит. А эта молодая кобыла ценит и любит. Да, да. Понимаете? Вот уши развесил. Все, и Ласка, и все остальное. Не так, как у тебя. То есть я так понимаю, вы знаете, что именно эта кобыла его накрутила, чтобы он отобрал квартиру у детей. Нет, нет. И пошла служить туда. Мила, документы передайте, пожалуйста. Да, будьте добры. Вот здесь все. То есть вы утверждаете, что денежные супружеские средства в эту квартиру не вкладывались? Почему? Нет, конечно. Нет, ваша честь. А я вас сейчас не спрашиваю. Ваша честь, супружеские деньги наши в квартиру не вкладывались. Там есть все подтверждающие документы, все переводы. Зятя ко мне, которые я потом переводила в банк. То есть это все деньги молодых. Понятно. Хорошо. Позвольте свидетеля, пожалуйста. Его не надо. Как раз надо. Вот в глаза его посмотри. Ты что думал, я не приду? Он у меня все разбился в телефоне, добавил. Я найду. Ну вы жалите, что ты делает. Да ты что делаешь? Да ты что делаешь? Ваша честь, вы жалите, что он делает. Скотина. Я же предупреждал вас. Что ты думал? Я тебя назвал. Ты думал, замки в квартире спитил. Я тебя не найду. Так, свидетель. Ты приперся сюда. Так, свидетель. Штат. Суд накладывает на вас. Я не могу стоять. Административное взыскание суд накладывает на вас. Вот это правильно. Вот это правильно. В размере полторы тысячи рублей. Владимир Владимирович, за неуважение в суду. Вы в суд пришли. Что вы мне тут устраиваете? Я прошу прощения. Я прошу прощения. Ваша честь, я с уважением отношусь к суду. Я заметила. Вошли, спиной ко мне повернулись и начали бить истца. Простите, Ваша честь. Скажите спасибо, что... Это еще погладил. Простите, просто ситуация такая неоднозначная, понимаете. Нервничает. Человек отработал на квартиру. Вам надо было к суду готовиться. Ситуация у вас неоднозначная. Конечно. Конечно, а теперь чужому дяде отдать. Поясните, пожалуйста, во-первых, представьте... Самарченко Вадим Денисович... Поясните, пожалуйста, ситуацию по поводу квартиры. По поводу квартиры. Я работаю, занимаюсь ремонтами квартир, мы с ребятами занимаемся. Доход у меня неподтвержденный. Соответственно, как мы поженились с Викой, с женой моей, мы хотели взять ипотеку. У меня доход неподтвержденный. Соответственно, банк ипотеку не мог одобрить. Решили с тещей, что на нее оформим ипотеку, потому что у нее есть подтвержденный доход, и ей ипотеку эту одобрили. Но первоначальный износ, полмиллиона рублей, дали мне мои родители. Я эти полмиллиона рублей перевел тещу. Вот есть все документы, есть квитанции. Вот выписка со счетом, что на счет был зачислен 500 тысяч. Первоначальный износ. И потом, на протяжении шести с половиной лет, ты что думаешь, я на тебя горбатился, что ли? Я носил ежемесячно все платежи, я носил. Вот они, все квитанции есть. Что ты хочешь здесь доказать, ты что стоишь? Я тоже мужчина не ввесные твои глаза. Не только ты один. Замолдит число. Почему каждый раз одно и то же. И все участие-то, с каких денег участие? С каких денег вы погашали? Сколько стоила квартира? Да он 15 косарей получает. Сколько стоит квартира? С 3,5 миллиона. 3,5 миллиона. Но я же всю зарплату отдавал. И что? Денежные средства супружеские, вкладывались или нет? Тишина. Тишина в зале. Извините. Но я ведь каждый раз говорю, Ира, вот эти деньги, вот это на квартиру, куда хочешь. Я же тоже свой дом вносил. Кем работаете-то? Я работаю охранником в магазине. Охранником считать умеете? А вечером в танчики играю. Да. Сколько там, 15 тысяч вы получаете? Ну, даже 20. Даже 20? Да, ваше честь, супружеских денежных средств было вложено в квартиру. Я не считал, она же мне никогда не говорит. Вы не считали? Документы передайте через судебную прессу. Это вот лужи говорит, вот никогда не говори. Так, вот эта квитанция в ежемесячных платежах. Вот это, да, вот эта выпуска полмиллиона рублей на счет тещи была зачислена. Что доказать тут? Да ты, твоих денег хватило, чтобы пару раз дочери на памперсы дать по 500 рублей. Куда я? Я сейчас все говорю, что так оно и было. Слышь, у тебя вообще совесть есть. Ты мало, ладно меня там. Но ты свою дочь. Так, свидетель. Ты в дочку хочешь без жилья стать. Да ты жизнь не знаешь. Тебе повезло, что твоя дочь тебя ослышит. Вы чем вот здесь вот устраивать эти истерики, вы бы подумали, как защитить ваше право. Суд за вас должен это решать. Я и пытаюсь. Нет, вы не пытаетесь. Суд удаляйте для вынесения решения. Ты что хочешь? Ты думаешь, ты это сейчас выиграешь, если по закону? Ты что думаешь, я тебя не буду караулить возле подъезда Марутикова? Ты такой жизни хочешь? Ты не можешь. Ты подумай, как обладно об аминты подумать. А дочь, черья внучка. В конце концов, понимаешь? Да что здесь такое-то? Ваши сесть не надо. Не надо. Да уйдите. Ой. Ты так каждый раз. Еще прибьешь его. Не надо. Арестуйте их ваше сесть. Я его так прибью, мы с тобой еще выйдем сейчас. Мне не важно какое решение. Я сейчас суд принял. Я все равно, я угроблюсь. Вы все слышали. Извините. Вы все слышали. Вы все слышали. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Соответственно, суд расторгает брак между истцом и ответчиком, так как обе стороны согласны с расторжением брака. На основании статьи 23 семейного кодекса брак расторгается. Что касается раздела квартиры, то в данной части суд не выносит решения, так как нарушены права третьих лиц, а именно нашего свидетеля, человек, у которого пока что хватает ума только на то, чтобы устраивать дебош. Вместо того, чтобы позаботиться о том, как защитить свое право. Но эмоции, ваше здесь понимание. Нет, эмоции сейчас вы выключаете, говорите суду спасибо, что иск о разделе имущества не рассмотрен, и думаете над тем, как защитить ваше право. Понятно? Дело отложено. Чтобы как меня защитить, а не его. Слушай, замолкни ты. Вы сторона по делу свидетель. Вы должны предъявлять иск. Но разъяснять вам это не суд обязан. Вы должны пойти в юридическую консультацию и проконсультироваться. Как вам быть в этой ситуации, чтобы защитить свое право. Он на его дело пришел, он иск подал. Я на его дело свидетелем пришел. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Мозг включаете и защищаете свое право. Ваша честь, мы просто не успели. Мы хотели переоформить к вашему. Мы просто не успели. Ваша честь, меня надо защищать и его. Замолчи ты, слышу, бегаю вообще отсюда. Ну вы же видите, ну вы же видите, черт возьми. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я наконец-то развелся. Наконец-то я обрел свободу. Осталось только мне обрести мое закон и жилье. И я думаю, что суд будет на моей стороне. Спасибо большое суду, что учел все наши обстоятельства. А мы же в свою очередь будем обращаться к юристам, чтобы они подсказали нам, как действовать дальше, чтобы муж не имел прав на эту квартиру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин